Нельзя заставить человека делать то, что он не любит. Нельзя. Вас хватит на чуть-чуть, человек сгорит, и он не будет делать то, что вы от него ждёте. Человек может делать только те вещи, которые ему нравятся делать. И даже если что-то приходится делать, что ему не нравится, он знает для чего. Потому что он сам для себя является мотиватором. При этом каждый человек умеет что-то делать так, что другие не могут это повторить. Он в чём-то лучший. И трюк заключается в том, чтобы найти, в чём этот человек лучший. Помочь ему развить этот талант, постараться сделать так, чтобы человек понял, что ему будет нравиться. Давайте посмотрим откровенно. Неважно, на Западе или в России, в Китае или там, или где угодно. Сколько реально людей счастливы в том, что они делают. А сколько людей реально мучаются тем, что они отбывают наказание и срок. Во всех смыслах этого слова. Кто может помочь этим людям сделать так, чтобы они получали удовольствие от того, что они могут и умеют делать? Либо чтобы они научились использовать свои таланты? Только руководитель. Только организация, которая обладает ресурсами для того, чтобы развить эти таланты. Для того, чтобы использовать людей в правильном направлении. И за счёт этого получать максимально эффективный результат. Я возвращаюсь к простоте опять. Да, это трюк. Но это очень важный трюк. Потому что люди должны любить то, что они делают. Или понимать, почему они делают что-то, что им не нравится. Тоже очень важно. Нельзя бить и насиловать людей. Это основной принцип, если вы хотите добиться результата. Долгосрочного. Нельзя бить детей. Даже если они тянутся к кастрюле, пусть они обожгутся. Нельзя бить взрослых людей. Нельзя подчинять своей воле. Нельзя судить невинных. Нельзя навязывать то, что человеку противно. Иначе вы получите просто общество рабов. Организацию рабов. И у вас не будет результата. У вас не будет будущего.